Здравствуйте дорогие посетители сайта goodgame.ru С вами Майкер И я очень рад, что мы наконец с вами увиделись, услышались Лето все-таки на дворе, сезон отпусков И многие отдыхают, мы собственно не исключение Поэтому последние два дня провели в деревне с котами Вот, поэтому несколько отошли от сайта, не заглядывали вот эти вот два дня И когда вернулись, увидели, что вы хотите водов Вот такое желание посреди лета Ну что ж, куда деваться, что делать Тем более, что хотели, кстати, водов за орков Молили там два орка на парочку Вот, и специально для вас, специально для вас мы выбрали вод от первого лица в исполнении Кстати, у нас давно уже орков не было В исполнении корейского орка Лина У которого бешеная ПМ Под 300 Точнее не под 300, а свыше 300 обычно Вот, его противником стал не менее корейский Но андет Сусирия Играют они на карте Tidewater Glades Новая карта, одна из трех новых карт, которые были приняты ESL И мы их еще увидим В новом сезоне вот стрель, который, кстати, начнется совсем скоро Вот, а первым, так скажем, испытанием боевым этих трех карт был как раз PGL Третий сезон Собственно, игру с которого, как вы могли догадаться, мы и наблюдаем Водов там было очень много от первого лица Еще у нас есть В заначке Дюжина водов Хороших Вот, мы их выкладываем постепенно Вод от первого лица Что это значит, если вдруг вы не в курсе? Мы видим все эти действия, которые совершал Один конкретный игрок То есть, в данном случае это Орк И если бы вы оказались в том самом месте На месте Лины И совершили все эти действия, которые вы сейчас вот видите Вы бы, возможно, тоже выиграли Сусирию Я проговорился, что он выиграл Сусирию Не, не факт, конечно, что он выиграл Посмотрим, чем это все закончится Итак Есть некое, конечно, преимущество Орков против Андедов Особенно на некоторых картах Ну, так как карта свеженькая В принципе, можно было рассчитывать, что Андед сможет здесь Показать супер игру Ну, в принципе, он показал очень хорошую игру Вот, но все-таки Орка есть некое преимущество Расовое Сейчас интересно, как бегает пару раз Отбежал для того, чтобы Волчки напали на Гранта И его подэмэджили Он, не, конечно, не получает этого удовольствия Вот Он просто хочет, чтобы, когда криппинг закончился Он намазал одновременно себя и Гранта Лищенным эликсиром И, там, через 20 секунд они уже были оба здоровые Здоровые и счастливые То есть равномерно распределяет урон Вот так вот Тайд Уотер Глэйдс карта, которая В принципе, одна из самых сбалансированных из этих трех То есть нет тут явных таких вещей За исключением одной Видим эту меточку гигабайтовскую И здесь обитают шесть мурлоков Два синих, два оранжевых и два таких светло-зеленых Казус в том, что точка довольно-таки слабенькая Вот Но из одного мурлока На этой точке, кстати, из левого Выпадает девайс довольно серьезный Эквивалент девайса, который выпадает на Тарфул Рок из больших черепах Это большой паталек жизни Большой паталек маны Большой паталек неуязвимостей Уязвимостей, вы со своими маной Ну, согласитесь, немножечко не сбалансировано, да? Когда Точка, которая эквивалент Ну как, представьте себе точку на Эхуайлс Вспомните, там где мурлоки обитают, шесть штучек Ну, чуть-чуть послабее эта точка Ну, там выпадают какие-то перчатки Даже не какой-нибудь амулет, да В общем, несправедливо это все Вот Ладно, бог с ним Орк закрепился Орк молодец Он знал особенности карты Игроки познакомились Просто в боевых условиях Опа, паучок, удар Взяли девайс, добили Побежали дальше Орк молодец Знает места Сейчас получил второй левел Неплохой девайс Даже парочка девайсов Он забежал в магазин Купил себе сапоги И может уже нормально мешать андеду крипиться Почему нужно мешать андеду крипиться Любой орк это знает Любой андед это знает Если вы вдруг играете в другие расы Объясню Есть отличный герой у андедов Лучший герой просто ДК У него есть Это основа андедовской армии Второй койл Если андед прокачается Он лечит полностью паука Он лечит полностью леча У ДК еще Замечательная мобильная аура Против орков Пока не появилась сетка Пауки делают все, что хотят с грантами Опа, тут момент Смотрите-ка Даже несмотря на то, что За андедом был хвост В виде БМа То есть он знал, что Его видит, куда он идет А шел он на лагерь наемников В довольно серьезную точку Он продолжил крипиться И зря И зря Потому что здесь Тролли обладают сеткой И мобильности у пауков Нету Вот Поэтому двух паучков ловят сетку Обоих убивает Андед Но И двух грантов Тоже сетку поймали Андед их тоже казнил У ДК есть замечательная аура мобильная Вот Что пауки могут отступать благополучно От грантов До появления сетки Да и от БМа Они в принципе Если у того сапог нет Так Довольно резво убегают Кроме того Койл он кстати Герой он полезный Как раз против БМа То есть можно его нюкать Можно его закидывать С загляданиями И Мало жизни кстати БМ очень опасную игру Сейчас ведет У него очень мало жизни Как раз на 1,2 койл И Сейчас койл Опа Вот Стоит отметить Что мышка в это время Когда Орк пил бутылок Она Была в работе То есть она там Указывала на паука Там Что то делала Вот То есть Лин использует Нумпад Для того чтобы Жрать Предметы Из инвентаря Ну ладно Время Хараса Закончилось У БМа Нет жизни Нет мана Уже на это Удовольствие Которое конечно же Очень полезно На базе У орка Строится Дефалт То есть Это бестиарий Достроился Сделался Только что Грейт Баракина Берсерка Заказали мы Спирит лодж То есть Нас ждет Дефалтная связка В виде Спирит линка Диспола Сеточки Райдеров И Shadow Hunter В качестве Второго героя Он только что Сейчас закупается Чук-чук-чук На горячей клавишке У него все Забейт Жена Что есть в магазинчике Он все купил И сейчас Будет такое Логичное Продолжение Игры Орка То есть Он уже Докрипил Бэм До третьего Левела Он помешал Отдойду Прокрипиться И сейчас Бэм Превращается Из оружия Которое Ооо Нифанда Увидела Что За окном Ливень Она Больше всего Жизни Обожает Смотреть На дождь Ну ладно Отвлеклись И убежала Просто Бэм Получает Третий Левел Вот И он Превращается В такое Эффективное Оружие Хараса То есть Он и может Отдойду Бежать Бобить Рабов Он может Преследовать Армию Отдеда Добивать Самого Жирного Монстром Точки Перед Девайс Он может Даже Добивать Юнитов Если Отдед Будет Крипиться Не очень Аккуратно Опа Вышел Акалит Хоп Застройка Эта у Андеда Блухая То есть Туда Не пробраться Но Акалит Вышел Только Построить Видимо Это Слоттер Хаос И Умирает Вот Это Да Вот Это Дает И Возможно Кстати Это Было Сделано По Таймингу То есть Они Прекрасно Знают На Какой Минуте Когда У них Делается Грей Все Хорошо Правда Сейчас Тайминг Андеда Уже Сбился Без Спорт Потому Что Не Убили Ощутимо Потому Что Второе Лечение Отличается От первого Аккурат Полтора Раза Вот Да Не Полтора Там По сумме Даже Больше То есть Максимальную Цель Он Лечит Полтора Раза Больше Там Еще Увеличивается Количество Целей Которые Он Просветочку Посмотрели Что Делает Андед Вот Поэтому БМ У нас Третьего Левела Со вторым Винбоком Бегает И Донимает Андеда Смотрит Где Он Бегает Что Он Делает А Шадо Хантер В это Время Основая Что Он В Безопасности Он Спокойно Крепится Крепится Ему Нужно В данном Случа До Третьего Левела Для Многих Решает Самый Третьего Для Панды Третьего Для МК Для Лича Везде Идет Такой Довольно Серьезный Скачок По Скиллам Вот Тут То же Самое Потому Что Как только Шадоу Хантер Получает Третьего Левела Лечение Увеличивается В разы Что Мы Сейчас Наблюдаем Шадоу Хантер Работает На Свой Третьего Левела БМ Бегает Смотрит Где Находится Андед Попытался Кажется Добил Даже Монстра Вот Шадоу Хантеру Чуть-чуть Не хватает До Ключевого Уровня И Ему Нужно Закрепить Буквально Самую Самую Маленькую Точку Так Что Мы Видим На базе Андед Уже Там Доделся Грэйд На Тайер 3 У него Есть 6 Пауков Предполагаю Что Есть Один Грэйд На Атаку У Лича Есть Уже Арба Он Берет Собой Гулей Очень Опас Мамент Правда Гулей Он Сейчас Оставит Насколько Я Помню Решив Видимо Прокрепиться Вот Но Все равно Момент Очень Опасный Потому Что Как Только Появляется Лич Сорбой Это Сразу Дает Пару Грейдов На Урон Паука Вот Потому Что Снимается 5 Брони Это Эквивалент 20 25 Процентов К Урону Ладно Сейчас Будет Битва Внимание Переводим Рабочих Сейчас Очень Опасный Момент Для Орка Потому Что Деньги На Нычку Мы Потратили Она Не Успела Перенести Нам Прибыль И В принципе Для Андеда Это Один Из Самых Удобных Моментов Для Атаки Андеда Прекрасно Знают Вообще Игроки Очень Хорошо Знают Друг Друг И Поэтому В Сеточку Ловят Гранта Нейтральные Монстры Орк Сбегал Проверил Мурлоков Кажется Будет Битва Да В общем Кидают Сеточку На Пауков Начинаются Криты Спиритлинг На того Гранта Которого Начинают Покусить И в него Входит Лечение Чтобы Он Больше Жизни Себе Добыл Попытался Сделать Диспол По Скелетам Но Маной Не Оказалось Спиритволкера Который Только Один На Второй Идет Подкрепе С самого Битва Гранта Снова Входит Лечение Не Забывайте Кидать Спиритлинг После Диспол Потому Что Спиритлинг Все Таки Снимается После Диспол Андеду Нужно Убивать Ваши Войска Исключительно Фокусно Поэтому Следите Именно За Тем Юнитом Которого Попустят Вы Можете Кидать Спиритлинг Можете Лечить Можете Спасать При Помощи Спирол Спида В конце Конц БМ В это Время Должен Все Время Атаковать То есть Он Должен Минимально Бегать Для Этого Вы Кидаете Сетки На Тех Пауков Или Тех Героев Тележки Которые Вы Атакуют Которые Вы Собираетесь Атаковать Интересный Сейчас Будет Момент Лечение Паучок Уходит Приходится Спиритволкер Превращается И Последний Удар По Все 60 Лимита И Готова Нычка Фактически Большая Часть Игры Уже Сделана То есть Орпу Сейчас Нужно Просто Ну Ту же Схему Выполняет Он Следит За Тем Что Делает Андет Он Крепится Своим Шадохантером И Спокойно Готовится К битве То есть Когда Андет Уже Выступает То есть Мы Держим Его В поле Зрения Уже Готовимся К сражению Так Снова Просветка Смотрим Что происходит Две тележки Нас наводят На мысль Что Сейчас Будет Выход Дестройеров Потому что Ну Потому что Одной тележки В принципе Было достаточно Для Андетта Чтобы Пойти В ту битву Ну Там Была Всего Одна Тележка Если Что Вы Можете Перекликивать Тележки Жизни Маны Жизни Маны Так Лечимся Выкидываем Амулет Маны Обязательно Для того Чтобы У вас Было Больше Ну Для того Чтобы Быстрее Прошел Реген Маны Ушаду Хантера Так Стоит Отметить Что Все Здания Производящие Войска Находятся В одном Контроле Улина Он их Переключает При помощи Табуляции То есть Баракс Перед Ночим Старей У него Все На одной Цифре 63 Лимита Судя По Пикселям Наверху И Что Свитки Инвол Инвол Все Орк Начинает Строить Хэдхантеров Это Естественная Реакция На Появление Дестройеров То есть Он просветил Увидел Видимо А Третью Тележку Видим Третья Обсидиановая Статуя Это Все 100% Будет Один Дестройер Так Ну и Конечно же БМом Которому В принципе Уже Третий Четвертый Левел Это Не такая Большая Разница А вот Если Шадохантер Станет Быстрее Там 5го Левела То это Будет Конечно Очень Приятно Поэтому БМ Находится Рядом С армией Андеда Шадохантер В это Время Спокойно Крипится И Так Вот он Первый Дестройер У нас Появился В принципе Они крипят Сейчас Одну и Туже Точку Просветку Сделал Противник Но Не достал На самом деле Просветкой А у БМа Просто Ринвок Свой Собственный Кончился И он Спалился Ну Хотел Соответственно Спиреть Здесь Девайс Большого Дракона Который Выпал А кстати Если бы В сетку Словили То мог бы Его Попробовать Добить Хотя Не уверен Что У Хохов Сейчас Есть Сетка Он Скорее Так Просветку Сделал Окружил Вражеского БМа Андед Но тут Врубил Инвул И Еще Отвесил Пару Критов БДК Снес Практически Половину Жизни У Бедолаги Вот Ладно Полимиты У нас Сложно Определить Что у нас Полимиты Потому что Все смазалось Свиток Покупает Лечение Орг Накидывает Спиритлинг В принципе Он уже готов Сражаться Сеточка Фростармор Кидается на Паука Но Андед Здесь явно Меньше Диспл Диспл Коил Нова И Андед Сразу же Дисплит Телепортируется Конечно же Там Орг Просто Дисплит Одновременно С этим Заговорилось Не знаю Почему Стрепортировался Видимо Как Армия У него На базе Еще Подходило На подкрепление Но даже Райдера У него Ему убить Не удалось Потому что Тот выжил Благодаря Опять-таки Правильно Брошенному Лечению Шадохантера Так Шадохантер Уже Четыре с половиной БМ Почти Четыре Да Вот такая Разница По уровню Вот Уже Довольно Много Хадхантеров Делается Грейт на Тайер 3 Но Как-то Он Не заметил Я Когда Он Заказал Грейт на Тайер 3 Орг Видит Снова Андеда Кидает Светочку Точно Дестройера Но Этого Дестройера Андед Отдавать Не будет Да И Нужно Сражаться Потому что Уже Отступать Собственно Некуда Потому что У орка Две нычки У орка Лимит Появляются Первые Дестройеры Высасывают Ману И Понеслась Фокус Вайрпах Спирит Волкера Сразу же Хиляют Делает Скрул Спид Кодой Забегают Хадхантеров В отдельных Контур А Хадхантеров Рассредоточил Чтобы Нова Вторая Не вошла Хорошо Под Хадхантеров Хадхантеры Начинают Стрелять По Дестройерам Одного Убили Второго Добивают Кинул Землю Андед Сделал Book of Dead Но Нет у Орка Диспола Точнее Андед Специально Отстрелил Спирит Волкера Чтобы Не было Диспола Но Даже В такой Ситуации Тут Забежали Кодой Съели Гулю У Андед В принципе Осталась Пара Дестройеров Скелета До героя Серьезно Это уже Армия Ну Потому что Орку Спел Настроить Благодаря Своему Экспанду Гораздо Больше Сейчас Падает Дестройер Которого Нельзя Подличить Потому что ДК Был В кексе И Падает Лич Все Пишет GG Сусирия Выходит Мы В свою Очередь С вами Наверное Попрощаемся Наверное Пожелаем Всего Самого Хорошего Хорошей Вам Погоды Наслаждайтесь Летом И Конечно Не забывайте Заходить К нам На Good Game Все Хорошей Удачи И Играйте В Warcraft